дорогие друзья приветствую вас на своем канале пламя с вами олег михайлович кто меня не знает я печник блогер архитектор разработчик технологии не дымящих каминов и мангалов свою технологию я оформил в виде 3d проекта и и запатентовал так что на сегодняшний день если вы где-то увидели что мой проект продается не на моей площадке то вы можете ко мне обратиться написать надо прислать ссылку показать что вот мой проект продается не у меня и за ту цену которую продают эти люди я вам продам свой оригинальный проект почему я подчеркиваю оригинальный но первых мои проекты защищены авторским правом то есть я никому не даю разрешение без моего ведома продавать мои проекты они запатентованы поэтому являются оригинальными еще также люди перепродают эти проекты то скорее всего там может не хватать каких-то важно какой-то важной информации потому что пакет проекта до состоит из нескольких файлов и в момент перепродажи кто-то где-то его нашел перепродает вы скорее всего не получите полностью весь проект и соберете возможно неполноценную конструкцию поэтому и еще вы покупаете с нарушениями моих авторских прав но это так прелюдия собирать конечно же вы можете и дарить этот проект можете также оставить их в наследство то есть это ваша собственность но без права перепродажи официально на официальных площадках все друзья это вот по поводу моего проекта да и моей запатентованной технологии ну а сейчас мы поговорим с вами о цене на барбекю комплексы почему же такая высокая цена многие заказчики да просто иногда даже в ступоре оказывается да они не понимают почему такая цена высокая ведь там же немножко кирпичей каково же бывает их удивление когда они узнают что кирпичей там нет не немножко а около 2000 то даже бывает и более двух тысяч кирпичей в общем и поговорим о том что не у всех есть деньги заплатить мастеру надо еще учитывать что материалы тоже на барбекю комплекс но в районе 150 200 тысяч рублей надо только на материалы потратить тоже все зависит от барбекю комплекса да от его устройств размеров так вот что делать тем людям у кого нет денег есть несколько вариантов нанять непрофессионального человека до печника которую кстати от печников что вы знали не обучают собирать барбекю комплексы но и вообще как бы как таковых обучающих материалов очень мало именно по строительству барбекю комплексов поэтому в училищах в печных центрах не обучают обучают только печкам собирают банные печи отопительного варочные вот и еще не во всех училищах до обучают прямо профессионально кирпичную кладку делать это тоже надо учитывать печники которые дальше не обучаются то есть не повышает свою квалификацию они собирают барбекю комплексы чаще всего с нарушениями то есть они знают технологию печи строительства применяют ее в строительстве барбекю комплексов но об этом сегодня тоже покажу вам какие нарушения чаще всего не делают так вот друзья для тех у кого нет средств нанять профессионала у вас есть два варианта нанять новичка который вам по дешевке соберет либо же сделать это самостоятельно вот именно проекты как раз для этого и подходят но с моей технологии с правильной технологии барбекю комплексов куда какой кирпич ложить как его отрезать в общем какой раствор использовать куда надо металл закладывать куда не надо зуб первый не надо крепить сейчас подвесами к задней стенке это уже устаревшая информация друзья это до патента была такая кладка сейчас зуб наклон зуба запатентован то есть его не определенный градус а интервал вот этих от и до ну от 0 до 20 градусов может быть наклон первого зуба второй зуб тоже относительный имеет градус наклона то есть там все эти расчеты есть в проектах общем если вы захотите вы можете приобрести этот проект у меня и выложить эту конструкцию которую вы хотите по моему проекту вы уже точно будете контролировать я имею ввиду своими собственными руками вы будете точно контролировать всю технологию вы с минимумом ошибок это все соберете потому что у вас будет инструкция пошаговая будет 3d модель на компьютере ну и я также на подхвате но друзья проект это проект а мое личное время которое вы хотите чтобы я на вас потратил это уже моя платная консультация то есть услуга это плата но вопрос стоит 150 рублей можете ко мне обращаться даже если у вас нет проекта можете писать мне на ватсап задавать вопросы но это уже моя платная услуга еще раз подчеркиваю да ну и давайте теперь поговорим по ценам да откуда формируются цены конечно формируются цены в основном от стоимости кирпичной кладки как мы знаем на 2024 год цена на облицовочную кладку у нас от 40 до 50 рублей варьируется по разным регионам и кто когда говорится друзья это рынок то есть здесь нету сейчас секунду определенной цены стандартной цены по которой вы придете к заказчику сказать а цена вот такая вот и он такой да конечно все согласится нет друзья это рынок и у каждого мастера своя собственная цена у кого-то такая у кого-то такая у кого-то пока что вообще цены нет до бесса бесценный мастер в общем рынок от стоимости кирпичные кладки то есть от кирпича значит смотрите на дома своя цена на строительство печи барбекю своя цена цены от 100 до 200 рублей на строительство барбекю комплекса но я так лично лично я за себя буду говорить я так никогда не считаю что там вот давайте будем столько-то кирпичей и такая-то цена выйдет на строительство барбекю комплекс озвучивается цена за изделия к примеру на сегодняшний день мангал хоть 70 сантиметров хоть метр до полутора метров и допустим столик без учета задней стены там колонны еще там каких-то вот чисто за изделия у нас цены от 100 до 150 тысяч друзья если конечно там супер пупер мангал очень больших размеров много дополнительной работы может там дымоход надо на через три этажа это уже обговаривается индивидуально может цена и до 200 тысяч дайте теперь тех кто пугается этой цены и говорит что не не за что там платить друзья тысяча кирпичей уходит на средний такой вот мангал а то бывает и полутора полторы тысячи иногда и две тысячи кирпичей и вот исходите из той цены что 150 рублей стоит кирпич вот тысяча кирпичей это уже 150 тысяч рублей но ориентировочно почему я не люблю озвучивать цену за кирпич заказчику а называю за изделие потому что человек который платит вам деньги он вольно-невольно подходит и смотрит какой кирпич вы как кладете один кирпич вы обрабатываете полчаса точьте его за это он согласен вам 150 рублей заплатить а тот который вы кинули вот так за бутовку за секунду дал так за эти кирпичи он не готов вам платить 150 рублей и также говорить вот этот кирпич я точу вам за 500 рублей а вот этот за 15 рублей тоже это представляете как головная боль это никому не не интересно интересно заказчику услышать цену и он сразу взвешивает свои возможности может ли он такую конструкцию оплатить или нет если вы профессионал он уже не будет вам задавать такой вопрос а чё так дорого если вы конечно новичок и будете стоять там мямлить непонятно о чем вы говорите то у него возникает куча сомнений он начинает вам задавать вопросы вы начинаете плыть и естественно цена вашего такой тунь 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 снижается так что цену за изделие называете заказчик оценивает оценивает вас оценивать свои возможности и там уже соглашается или же нет значит мангал с печкой под казан здесь уже мангал перестает быть просто мангалом он уже превращается в барбекю комплекс то есть в тело мангала врезается дымоход печи под казан то есть он уже не только сам от себя работает свой дым отводит но еще и также дым от печи под казан и в его тело врезается этот канал поэтому цена там сразу увеличивается увеличивается ну примерно на 100 тысяч рублей во первых из-за печки и из-за того что в мангал уже более сложная конструкция становится значит уже цены идут от 200 250 можно даже цену и до 300 тысяч озвучивать это все тоже зависит от богатого набора комплектации до устройства допустим если вы хотите прямые перекрытия сделать самые простые без арок да без заморочек то цена будет такая то если вы хотите богатые убранства зубы дракона и вам понаделаю арки везде там все будет шикарно да как говорят по фэншую то это уже будет дороже там допустим на пятьдесят тысяч рублей у человека у которого есть средства он конечно захочет богатого убранства уже строить так строить поэтому тут уже от вашего уровня профессионализма зависит насколько вы сможете что вы мне можете предложить не стесняйтесь если вы умеете что-то делать это на лбу у вас не написано вы должны это регламентировать своему клиенту я могу сделать то-то я могу это 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 купим давайте вот это это дороже но зато круче это лучше это там лучше есть похуже дешевле есть максимальное качество дорогое человек сам выберет то что он считает нужен то что у него на что есть деньги вы должны как мастер как специалист это все озвучивать ну и так далее друзья там допустим барбекю мангал с печкой и духовкой уже там и до четырех ста тысяч было это в других регионах там в крутых и бывает ребята уже выкладывает из-за миллион цены поэтому рынок вот так примерно раскручивается ну стартовую я вам примерно цену озвучил 150 там но 100 150 200 рублей за кирпич друзья но на озвучивать мастер мастеру лучше для заказчика именно за изделие в общем поэтому поговорили давайте я хочу вам теперь показать какие конструкции собирают печники которые не переучиваются или не хотят обучаться идти дальше расти не переучиваются на барбекю мастера или же допустим каменщики которые имеют свое представление о температурах о работе мангала там вот они считают что надо ставить колосник обязательно они где-то это слышали где-то видели потом значит дымоходы надо обязательно футировать дополнительно потому что там может все развалиться рассыпаться это все веяние идет от печников от банных печек как мы знаем банная печка это супер ракета которая все плавит все горит вокруг это самая пожароопасная печь так что друзья если хотите своими руками построить пожалуйста проекты все проекты проверены моими подписчиками ну или же если нанимаете кого-то то тоже желательно чтобы собирали по проекту по проверенной технологии все ребята я с вами на этом прощаюсь подписывайся подписывайтесь на мои соц сети на все каналы я везде есть мангал и пламя борсу коллег михайлович пишите вопросы консультации платные и до новых встреч на моем канале пламя всем пока